На улице давно стемнело, пол первого, но несмотря на это, некоторые люди не спят. Но они не ждут открытия ночного клуба и даже не собираются на нунстов в кинотеатр. Так что же их привело в пятницу вечером прямо в центр города. А что вы здесь делаете? Мы дежурим. Хотим сдать документы на загранпаспорт. Эта пара ходит в Абаканский отдел УФМС с начала недели, пока безуспешна. В пятницу вечером решили остаться на дежурство. До четырех утра записывали тех, кто рассчитывал прийти первым. Но оказывался, например, сороковым. Кстати, Анна с мужем уже в третий раз получает загранпаспорт, но в такую ситуацию попали впервые. Сначала попытались воспользоваться сайтом Госуслуг. Заявку отправили, но приглашение на прием к специалистам семье пришло через неделю, после назначенного ФМСниками срока. И теперь планы на отпуск приходится экстренно пересматривать. Рассчитала абсолютно точно. То есть 28 июня сдаем, 28 июля получаем. 24 июля у меня отпуск идет. У меня дети, у меня муж. Я планировал их полечить. Море соленое все-таки. Но не получается. Ночным дежурным утром бонусы проходят в первых рядах. Так что в субботу Анне повезло. И документы она сдала седьмой. В дни приема в списках по 40-50 человек попадают за заветную дверь максимум 20. Среди остальных проходит перекличка. Кто на нее не попал, вылетает из очереди. Остальные переходят на следующий день. Ну а при выдаче документов есть другая очередь. Там тоже дежурство и длинный список. В Абаканском отделе на приеме и выдаче загранпаспортов работает всего одна сотрудница. Она и документы обрабатывает, и запросы в разные ведомства отправляет. Республиканское управление, говорят специалисты ведомства, старается помочь своему подразделению. Там действительно обострено. И там на сегодняшний день уже люди, говорят, записываются на декабрь месяц. Поэтому, ну как бы наше управление, мы в первую очередь ведем прием граждан с тех территорий, где нет кабины, где непосредственно оформлялся бы паспорт нового поколения. В последнюю очередь, если остается время приемное, то мы обслуживаем жителей города Абакана. Количество желающих получить заграничный паспорт в 2012-м выросло на 30%. И за полгода в республике выдано 8,5 тысяч документов. Уменьшить очереди в ближайшее время вряд ли получится, сетуют миграционщики. Поэтому сотрудники УФМС советуют заботиться о паспорте заранее, а не за месяц до отпуска, чтобы вместо долгожданного отдыха не проводить дни и ночи в очередях. Мария Дудник, Светлана Панина, Новости, 7-й телеканал.